Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Второе заседание комиссии по делимитации между Арменией и Азербайджаном состоится на следующей неделе в Москве. Игнорируется право на самоопределение коренного народа Арцаха и политика геноцида Азербайджана Арман Татоян. США готовы поддержать демаркацию границы между Арменией и Азербайджаном. Интервью с Рафик Ортощаном. В Ване готовятся к гастрономическому фестивалю. Сокровища Арцаха, Мост Лалазара, Кафедральный собор Ани в Западной Армении. Состоялась презентация сайта «Арцахское культурное наследие. Датировка для сохранения». Второе заседание демаркационных комиссий между Арменией и Азербайджаном состоится на следующей неделе в Москве. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Как мы уже сообщали, в рамках реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами, 24 мая состоялась первая встреча вице-премьер-министра Армении Магера Григоряна и вице-премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева на границе Армении и Азербайджана. Стороны обсудили вопросы совместной деятельности комиссий. Достигнута договоренность провести вторую встречу в Москве и третью в Брюсселе. Национальный совет Западной Армении представляет свою позицию по этому вопросу по предлагаемой по ссылке на нашем официальном сайте. Бывший амбудсмей Республики Армения Арман Татуян сделал пометку. Заявление, сделанное в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе, полностью игнорирует право коренных народов Арцаха на самоопределение и политику геноцида Азербайджана. Происходящее является следствием того, что власти Армении последовательно сводят на нет наши базовые тезисы, начиная с того, что территориальная целостность Азербайджана не имеет ничего общего с Арцахом. Дороги в Сюники строятся таким образом, что они находятся под прицелом Азербайджана. Факты азербайджанских преступлений остаются скрытыми от внешнего мира, отечественной общественности и диаспоры. Они связали руки нашему государству в вопросе международных механизмов, сделали страну жертвой геополитических интересов. Парламент Западной Армении представляет закон об Арцахе, который был принят 24 февраля 2021 года. 24 мая госсекретарь США Энтони Блинкин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняным, в ходе которого стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием арцахского конфликта и региональной безопасностью, сообщает «Голос Америки». О позиции США официальный представитель госдепартамента США Энт Прайс в частности сказал, госсекретарь США имел возможность поговорить с премьер-министром Армении. Они обсудили позитивные события, которые мы наблюдаем в последние дни недели на Южном Кавказе. Госсекретарь говорил о том, что мы готовы поддержать демаркацию границ. Он подтверждает нашу готовность участвовать в двустороннем измерении в роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь Армении достичь прочного мира с Азербайджаном, сказал он. Национальный совет Западной Армении представляет свою позицию по ссылке на нашем официальном сайте. В эфире телеканал Western Armenia TV. Заместитель директора фонда изучения армянской архитектуры Рафик Ортощан рассказал о международной конференции по сохранению памятника в Арцаха, которую Азербайджан всячески пытался сорвать. Несмотря на все это, Рафик Ортощан с честью представил армянскую сторону. Он также представил созданный Самвелом Карапетяном путеводитель Хосровский заповедник, презентация которого состоится 28 мая в Тапской крепости в рамках фестиваля «Общественный потенциал». Первый гастрономический фестиваль с участием известных поваров пройдет в городе Вам в Западной Армении с 1 по 3 июня. В фестивале примут участие 70 поваров из разных регионов пяти стран, где будут представлены блюда армянской кухни в ванне, пройдут кулинарные конкурсы. Многочисленные подобные мероприятия проводятся в разных уголках Западной Армении. Было бы очень проармянский, если бы такие фестивали проводились не только на нашей оккупированной родине, но и в странах мира, где проживают армяне. Мост Лалазар расположен в Кашатахском районе Республики Арцах. Этот довольно большой по размерам мост был построен в 1867 году Авакимом Лалазарянцем. Мост капитально отремонтировал его сын Симеон Лалазарянц. Даты строительства и реконструкции моста до сих пор считываются с левого берега в десятистрочном протоколе строительства набережной, намеренно вычеркнутом азербайджанскими вандалами в советское время. Ниже по течению Лалазарского моста до сих пор сохранились руинные мельницы, построенные в XIX веке. Храм Ани играет ключевую роль в истории, которая своим стилистическим своеобразием и художественными формами сооружение оказало большое влияние на все дальнейшее развитие армянского зодчества. Творческие достижения храма неразрывно связаны с именем великого зодчего средневековая Армения Тердата, который в ходе своей плодотворной деятельности создал неповторимые памятники. Известный ученый-архитектор Торо Сторо Маням высоко оценил Тердата в армянской архитектуре. Роль Тердата в формировании армянской архитектурной идентичности неоценима. Одним из лучших проявлений творческой личности Тердата является Аниский собор, сыгравший значительную роль в развитии художественных форм церковного зодчества. Собор своим великолепием и идейным содержанием был призван увековечить в могущество армянской государственности. 24 мая в Степанакерте в центре франкофонии Дом Поля Элюара состоялась презентация веб-сайта «Арцахское культурное наследие. Датировка для сохранения». Авторами проекта выступили международный эксперт Аспет Гокчикиан и заведующий музейной частью Матанадарана имени Мисропова Штолцевь-Ереван, старший научный сотрудник Назани Горебян, которых поддержал эксперт по памятникам Гагикс Арксян. По словам Аспета Гокчаны, целью было создание веб-сайта, который был бы доступен для зарубежных аналитиков и служил бы источником для их исследований. «Мы накопили информацию о памятниках в ходе работ, проводимых в рамках программы, организованной правительством Республики Арцах. Мы составили список информации о 4000 памятников. В ходе нашей работы мы обнаружили 37 замков в Кашатахском районе и в Карвачарском районе 10 замков», – сказал археолог Гагикс Арксян. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!